Наш народ настоящий воин, боец, и он свою родину никому не отдаст. Что Европа неблагосклонна и неблагодарна к России. И можем это объяснить, правда? Или когда Бисмарк писал, что Россию нельзя победить, потому что у нее огромный территорий, потому что у нее ужасный и суровый климат, потому что у нее ограниченность потребностей. Наши граждане, которые живут в России, многонациональная наша страна, она не отдаст ни пяти своей земли. Вот ее вот это, знаете, как по-умилевски, вот эта вот пассионарность, вот эта высокая пассионарность, она не дает возможности. И сегодня этот вопрос решит силовый тюм уже на протяжении многих-многих рекордов. В 1242 году ливонских рыцарев разбили, в 812 французах. Я уже не стал там дальше, как говорится, у Хаипа Левик, вы говорите о том, что на французском паркете наши казаки плясали. Но плясали элегантно и корректно. Не так, как они пришли к нам в Москву, что с Москвой сделали, как мы пришли в Париж. Большая разница. Так же и в 41-м, когда мы отбросили врага и пошли освобождать Европу, мы туда приходили не так, как они сегодня. Конечно, конечно. И то, что пытаются... Счетили женщины, детей, беды. Да, и то, что сегодня пытаются из советского солдата сделать что-то такое, вы сами понимаете, откуда это происходит. Знаете, есть такая песня, в округе, застольная. Там есть такие слова. Выпьем за родину, выпьем за Сталина. У меня Симбаньон, я не знаю, где кто-нибудь. Вот вы, например, англичанин. Да, вот вы англичанин. Вот у вас есть такой исторический лидер крови. Он прошел мечом и огнем всю Англию. Да. Очень много крови прожил, не меньше, чем нашего грозного. Но у вас стоят ему памятники. И вы приносите к нему, так сказать, памятникам цветы и говорите про эту роль. А почему тогда вы постоянно пытаетесь критиковать нашего грозного, нашего Сталина? В любом случае, понимаете, здесь нужно понимать. Для чего это делается? Для того, чтобы, первое, создать в нашей нации комплекс неполноценности, уменьшить наше значение в мировом разделении труда, то, что предал Горбачев, он же предал мировое разделение труда. У нас были самые лучшие пламеры. У нас было аптечное авиастроение. У нас были другие направления, которые мы просто сдали. За счет того, что, понимаете, статья, она более широкого масштаба. Я сейчас пишу статью, но у меня времени мало. Она у меня так и называется. Крах капитализма, эта статья. Не знаю, когда она выйдет, я честно говорю. Потому что остановился, вот работа текущая, она забирает очень много времени. И плюс того, что параллельно я еще занимаюсь разработкой законодательства не только нашего местного, на нашем уровне, а и законы, которые должны будут работать и на субъекте федерации, то есть Ленинградской улице, и федеративные законы. Вот, да, вот, прожил Блатану. Вот, верно, мы не участвуем, мы в сторону Мги, а это Ашк-Сембурки, в доме берега, там 317-й, кажется, 9-й было. И там другие еще, и на следующем. Вообще-то 17 километров всего было. 17 километров между Воповским и Ленинградским фронтом. И неделю целую, больше еще, по 2-3 километра за день только могли грызаться. Было так укреплено, так было. Мы почти по 2 часа ввели этот самый артоплодок. У нас 122-миллиметровые долги, снаряд 21, с каким-то копейкой времени. Я попробую их поподавать, позаряжать. И вот там 7 человек нас расчет. Пошли и случайно наткнулись на штаб полка. Ну, в общем-то, полка или какого-то вообще соединения. Немецкого, да. Вот. И наши часовых сняли, ребята, знаешь, часовых сняли. И мы в штаб. А там их майор на кушетке спал. Мы его раскрутили. А в штабе там бумаг много. Кули такие у них были, как они, заборы, большие. И герб улицы, это самое, и это, с Васей, как в лесу, такое, черным отпечатано. Вот мы в этот куль, все бумаги, да, там разберутся в штабе, вали все. Молодцы. Вали все. Ну, вот. Ну, и вот мы это самое притащили. Вот это все хозяйство. Притащили. Ну, верно, мне, как молодому, не дали за твару. А там, кому знамя, кому звезду, ну, ничего. А там, кому звезду.